Здарова, братва! Как сам? Я нормально. Я был удивлен, что вам зашел видос по настройке графики варзон. Если ты еще не посмотрел, глянь, ссылка будет обязательно в описании. Знай, что там все по полочкам расписано. Итак, я хотел вам подсказать имбосборку для Грау 5.56. Это пока является самая имбопушка, самая нагибучая пушка, с которой ты сможешь стрелять без всяких макросов, как это делают многие. Хотя в варзон, я думаю, макросы вообще не нужны. Если ты все делаешь правильно и собрал по моей методике пушечку, то можешь всесторонние софты удалять, такие как макрос. Если же, конечно, у тебя руки прям вообще не из этой черной дыры. Но вы поняли, откуда выпадает всякое, что не пригодилось организму. Я, конечно, думаю, что руки у тебя из того места. И ты будешь следовать советам и ставить ими на мои сборочки. В этом видео я вам расскажу про Грау 5.56. Это на сегодняшний день самая имбовая пушка в варзон. Ты с этого ствола будешь просто все заливать в точку. Но вы, как всегда, можете поправить меня в комментариях, что у тебя есть и другие сборки Грау, не хуже моей. В комментариях также пиши, как у вас там дела в варзон, часто ли вы берете топы. В общем, после этой сборки вы станете истинным варзоновцем. Варзонщики вас будут уважать и почитать вас как бога варзоны. Они будут плакать при виде вас. И переходим непосредственно к сборке. Дуло. Устанавливаем монолитный глушитель. Монолитный глушитель снижает шум выстрелов и увеличивает дальнобойность. Существенный вес ограничивает подвижность бойца. Преимущество. Снижает уровень шума. Эффективная дальность. Недостатки. Скорость прицеливания. Стабильность прицеливания при ходьбе. Ствол ставим. Темпус 24,6 Архангел. 26,4 дюйма ствол с частичным кожухом производства FCC. Преимущество. Эффективная дальность. Начальная скорость пули. Контроль отдачи. Недостатки. Скорость прицеливания. Скорость перемещения. Подствольная планка. Рукоять Коммандос. Тяжелая скошенная рукоять помогает стабилизировать орудие при прицеливании и контролировать его при интенсивной стрельбе. Преимущество. Стабилизация отдачи. Стабилизация прицеливания. Недостатки. Скорость перемещения. Лазер отсутствует. Оптика отсутствует. С мушки можно зажимать не хуже, чем с прицелом. Тыльная часть также отсутствует. Перки не ставим. Боеприпасы. Магазин на 60 патронов. Увеличивает магазины на 60 патронов калибров 5,56 НАТО. Слегка утяжеляет орудие. Преимущество. Емкость магазина. Недостатки. Скорость прицеливания. Скорость перемещения. Задняя рукоять. ХРК. Пустота 2. Сказная рукоять для максимально быстрого маневрирования. Преимущество. Скорость прицеливания. Задержка стрельбы после бега. Достатки. Стабильность прицеливания. Контроль отдачи. То переходим к самому главному. Отчего это оружие становится просто уникальным и читерским. Это многие забывают и не ставят это никогда. А это очень-очень сильно помогает вам при стрельбе. Итак, заходим в раздел оформления. Амулет. И ставим верный парнишка. Ну все, теперь тебя начнут уважать. Ты готов для высадки варзоны? Это оружие не работает без верного парнишки. Так что не забывай его ставить. Либо ты просто-напросто не сможешь выжить в варзоне. Я думаю, вам был полезен этот ролик. А вас я жду помощи в лайках и комментариях. Как вы делаете сборочку и что ставите именно на крау. Ведь может быть ваша сборка лучше моей. И все. Отличного дня и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok